Сегодня перспективы развития IT-индустрии, наверное, занимают многих. Занимают просто людей, поскольку IT-индустрия явно перестала быть вот некой отраслью, вещью в себе, в мировом экономическом пространстве, в мировом финансовом рынке, поскольку она пронизана, и она диктует, и в нее уже уходят другие отрасли. То есть это касается нас просто элементарно даже на бытовом уровне, на уровне любой нашей работы, какой бы она ни была. И тем более IT-индустрия волнует инвесторов, поскольку она и так в последние 10, тем более последние 5 лет, стала одним, наверное, из главных центров внимания инвесторов всего мира. И, конечно же, останется в новом мире, какие бы сейчас перспективы ни стояли, будь то даже мировая депрессия очередная, ну не очередная, а новая Великая депрессия, ну и тем более даже если обычный заштатный, ну или штатный экономический кризис. Так или иначе, понятно, что инвестиции в IT останутся темой для инвесторов всего мира. Но возникает такая проблема. Идет огромный вал информации, идет много моды, много того, что называется хайпами. И достаточно трудно разобраться, где действительно принципиально новые глобальные пути IT-развития мира, а где просто некие тупики, ну или отдельные проулочки. Чипизация, гемблинг и игровой бизнес, массовый уход мировых ритейлеров в онлайн, развитие систем искусственного интеллекта, облачные технологии. Вот во всем этом сложном ландшафте IT-индустрии, хотя бы на вскидку поверхностно, мы попытались разобраться вместе с гостем канала Финверсия, руководителем российского подразделения IT-компании Кисмати Алексеем Зинковым. Алексей, вот сегодня IT-сектор, дурацкое слово, IT-индустрия назовем так, да? По-прежнему, конечно, остается в центре внимания инвесторов, хотя понятно, что есть версия, что сегодня ни одна индустрия недостойна инвестиций. Но те, кто собираются продолжать, считают, что Big Tech, IT-индустрия, как бы это ни назови, с каких подходов, либо полностью, либо отдельными фрагментами, по-прежнему очень перспективный момент, перспективный рынок. Но об IT говорится так много, что хочется расставить вешки. Вот по тем основным красным линиям, которые обсуждаются в связи со всем тем, что мы называем общим словом IT-индустрия. Начнем от печки. А печкой у нас был коронавирус, да? Вот общий постулат. Коронавирус стал драйвером развития дистанционки. Ну, определенный откат обратно произошел, но мир полностью не вернулся к тем форматам, которые были до марта 2020 года. И это востребует у IT на какие-то новые решения. О чем речь конкретно? Все думают, что удаленка вообще появилась во время коронавируса. Но на самом деле на Западе люди начали переходить на удаленку еще после 2008 года, когда начали сокращать офисы и людей переводили на удаленку. А потом это уже во время пандемии пришло к нам. И, конечно, для IT-индустрии я считаю, что это очень хорошо. Потому что, во-первых, российские разработчики начали работать в большинстве своем и на иностранных проектах. И мы смогли у себя в компании нанимать разработчиков. Нам не принципиально была локация из других городов, из других стран. И, в принципе, задача основная была наладить главное управление этими процессами. Грубо говоря, это окончательно для вас убрало всякие границы, границы офиса, границы страны, города. Да, но всегда был страх, как сотрудник будет работать на удаленке. Потому что есть у собственника обычно такая боль, что если ты его не контролируешь, то, скорее всего, он как бы не работает. Но на самом деле, во-первых, человек чувствует себя счастливей, и он всю ответственность берет только на себя, работая из дома. А когда он работает из офиса, он перекладывает ответственность обычно на коллег. И получается, в принципе, эффективность, как выяснилось, не страдает. Во всех сферах? Ну, я могу говорить только про IT. Окей, но вы сейчас говорите о влиянии вот этой подпинутой коронавирусом удаленки на IT. А с другой точки зрения, вот у меня, например, тоже возникла удаленка. Окей, у меня есть там, например, система Bittrex электронного офиса, есть Google документы, я там работаю. Но кому-то для этого требуется какой-то новый продукт, новое решение. Вот о чем идет речь? Многие профессии, да, перешли из офисов домой. И для того, чтобы им работать из дома, понадобились разные облачные решения. Кто-то умел уже чем-то пользоваться, да, кому-то пришлось осваивать новые облачные решения, что, в принципе, мне кажется, хорошо сказывается, да, на общем развитии для IT, опять же, сектора, потому что больше людей осваивает новые продукты. Немножко более становится, ну, конечно, с натяжкой. Да, да, то есть, конечно, мне кажется, это тоже, ну... Юзерами, скажем. Юзерами, да. Чуть-чуть, можно сказать, даже чуть-чуть продвинутыми. Окей, но все-таки вы же говорите, новые решения. Вот для моей компании, например, окончательно стала нормой использовать Google Документы. Но это старое решение. А новые какие-то появились или затребованы сегодня? В принципе, конечно, это Google Документы. Это всевозможные CRM-системы управления проектами, управления процессами и так далее. Но, мне кажется, самый основной инструмент для коммуникации, потому что в момент, когда сейчас все работают дистанционно, людям нужно общаться, проводить совещания, да, и, конечно же, это Zoom, Skype. А вот здесь проблема. Я, например, когда мы перешли на Zoom, с трудом, я, как все нормальные обычные люди, консерватор, Zoom какой-то, окей, и я, как инвестор, покупаю Zoom. Одновременно в тот момент, когда компания начинает работать. Бешеный рост, плюс 60, закрываю, фиксирую, потом думаю, ну, я же остался в Zoom, и надо же держать дальше. И, как известно, Zoom падает. То есть, мой второй заход в акции Zoom, я сейчас уже как инвестор рассуждаю, и известное обрушение Zoom оказалось этой прям глобальной ошибкой. Я не знаю, что вам сказать именно как инвестору, да, но я могу, я знаю, что себе сказать, что я сейчас тоже Zoom, например, не пользуюсь, потому что у меня сейчас после февральских событий у меня нет возможности оплачивать Zoom. И Zoom ограничен для меня в течение 40 минут. Понятно, что есть какие-то там альтернативные варианты, но сейчас там мы пользуемся другими системами, тот же Google Meet, да, там, или Skype для коммуникации. Но, тем не менее, это все равно старое решение. Просто, условно говоря, Skype, как был известен, так и остался, а Zoom, благодаря коронавирусу, стал известен всему миру. А принципиально новый запрос какой-то есть от многочисленных разных бизнесов, которые оказались на удаленке и хотят так продолжить? Не скажу, что это повсеместно, да, и что это вообще какая-то массовая история, и что, скорее всего, мы к этому придем лет через 5-10. Мы для себя пробовали такую историю, в связи с тем, что мы стараемся как бы, да, следить за трендами и пробовать, изучать все возможное. Начали пробовать VR. И у нас была идея создать виртуальный офис VR. Образно назовем это маленькая метавселенная, офис, да, оборудованный с дашбордами, со столами там, со всем. И по факту сотрудники приходят, можно прям там всеми сотрудниками прийти, все, ты в метавселенной, ты сидишь за этими партами, ты коммуницируешь, ну типа все классно, вроде все звучало очень интересно и многообещающее. Но я себе сразу же заказал шлем Аколус, думаю, все, сейчас мы будем в метавселенной. Мы нашли компанию, которая нам разработает этот офис, то есть у нас там уже был макет. Но после того, как я одел Аколус и понаходился в нем полчаса, я понял, что в ближайшее время, наверное, в эту метавселенную мне как бы не по пути. Стали понятны, почему сейчас все говорят об этом, о метавселенной, хавиартом и так далее. Но я не думаю, что сейчас, вот прямо сейчас, мы сможем, да, смогли бы перейти в метавселенную. Кстати, вот когда появился этот проект метавселенной, опять же, я консерватор по натуре, я вовсе не из тех, кто сразу бежит во все новое. Я тоже про себя так потихоньку пошла в мысль. Окей, там уже продается недвижимость, продаются места гораздо дешевле, мягко говоря, чем арендовый офис внутри Садового кольца. Я начинаю думать, сделаю там офис, арендую. Оформлю его так же, как реальный, допустим. Ну, куплю вот, допустим, сотрудникам шлемы. Мы себе сделаем аватарки. Будем там ужасно красивые. Помалу уже, посильнее. Перестанем фитнес ходить, чтобы там, я не знаю, живот подтянуть, потому что там прям сразу с кубиками на животе сделаем аватарки и начнем работать. Но мы люди довольно далекие, а вы вот попробовали. Насколько это мода на идею метавселенной, которая одно время прям пошла, примерно как была история с Клабхаусом, все пошло, а через две недели. И никто не помнит, да. Вот насколько она умрет, или она просто сначала взлетает, потом несколько падает, но начнет все-таки какая-то реальная движение. То есть, что вам помешало в этом шлеме? Ну, во-первых, физический дискомфорт. Ну, то есть, в нем просто неудобно долго находиться. Вот. А если глобально отвечать на ваш вопрос, во-первых, это что-то новое, это прикольно, да, все-таки метавселенная, классно, там, другие миры и так далее. Но реально, это не только мое мнение, да, это мнение реально разных интересных, известных аналитических агентств, что реально мы сможем прийти к полноценным метавселенным, не знаю, что это будет в итоге полноценная метавселенная, Ну, в смысле, где мы будем работать? Где будет инфраструктура, где будет более качественная графика, где будет более удобное какое-то оборудование, да, легкие очки, там, да, будет, там, все платежные системы там будут. То есть, там можно перечислять бесконечно. То есть, ты полноценно погружаешься, и ты там можешь находиться сколько тебе угодно. ПАП можно после работы будет зайти? Ну, вряд ли будет, там, что-то такое наливать, да, но имитировать этот момент, конечно же, можно. Ну, пообщаться, да. Да. Я думаю, что, ну, там, 5-10 лет реально можно. 5-10? Да. Это очень... Я не думаю, что это будет, ну, прямо вот в полноценное что-то. Понятно, что рынок сейчас растет очень сильно. Если я не ошибаюсь, то в 2024 году, по-моему, рынок уже VR будет, там, около 400 миллиардов. Понятно, что мы с вами не показатели, но, тем не менее, мы такой же вот срез этого же земного шарика. Вы сняли шлем и сказали, мне физически неудобно. Я пока подумал теоретически, но, как бы, я не первым хотел бы туда идти. А за счет чего он растет? Вам, наверное, виднее будет, как инвестору, что это очень интересное направление для инвестиций. Вот, сейчас, да, там появилось достаточно, там, может быть, не так много игроков, как хотелось бы, но уже образовались какие-то первые метавселенные. Игроки, которые выстраивают, вы говорили, продается недвижимость. Тот же NFT можно будет использовать, соответственно, в тех же метавселенных. И это развивается, и создается комьюнити. Комьюнити само по себе, как живой организм, оно растет. И сферы применения, опять же, тоже расширяются. И за счет интереса, развития тех потенциальных возможностей, которые заложены изначально в этой экосистеме, и то видение, которое формируют вокруг этой экосистемы люди, к чему это идет, за счет этого все это и растет. Потому что это все равно интересно, это новое. И люди верят, и большие компании уделяют этому очень много денег и времени. А вот все-таки они уделяют. Мне-то как инвестор неинтересна вселенная, мне интересно движение больших компаний, да, эгоистично говоря. И вопрос, да, идет вечная информация, что какая-нибудь крупнейшая мировая корпорация начала в виртуальной реальности осуществлять часть своих проектов. Не очень пока внятно, что о чем. А вот то, что они уделяют, они уделяют потому, что уже точно знают, что будут делать в этой виртуальной реальности, в этой метавселенной. Или они уделяют просто, они такие большие, что на всякий случай забивают места, хотя тоже, как мы, еще не понимают, а что там делать. Возьмем самый известный всем пример, это Facebook. Это мета. Они просто себя теперь позиционируют как мета, да, это как бы метавселенная. Но такая корпорация, если идет в ту сторону, Google, то же самое. Они сейчас делают новые свои очки. Это показатель, мне кажется. Согласен, но ясности однозначной нет, да, что там будет. Потому что у меня представление о метавселенной в идеале. Вот как в Диптауне Лукьяненко, да, что ты просто надеваешь утром некий костюм, и вот и все там. От сексуальных отношений и друзей до работы и каких-то компаний и бизнеса. Вот все у тебя там. Но, как вы сказали, я надел шлем, мне стало дискомфортно. Получается, что узкое горшко бутылки этой темы это как раз таки шлем, костюм, я не знаю, кресло. Я думаю, что это оборудование. Но помимо оборудования есть еще вторая сторона, это бэкэнд, да, это все истории. Это соответствующая графика, это возможности, которые там можно делать. И для того, чтобы человек полноценно себя чувствовал, как вы сказали, в метавселенной, должна быть целая инфраструктура, которой сейчас нет. Есть отдельные миры. Мы погружались в этот момент. Мы хотели создать свою метавселенную. Есть очень много компаний небольших, которые делают крутые вещи. Но потом возник вопрос, ну, как бы зачем? Что мы с ней будем делать? Мы вложим туда деньги, как мы это монетизируем? А потом у нас возник вопрос, а как можно все это в метавселенной применить к бизнесу? Да, то есть кому что можно? У нас родилась идея, просто поделюсь. Вы говорите, да, там, офис переместить в метавселенную. Есть определенный способ, оцифровывается полностью офис в том виде, в котором он есть. с книжками, с кофе, с декорациями. И вы имеете точно такой же офис, вот один в один, прямо в метавселенной. Одеваете, и вы вот в нем. Вот. И у нас была идея оцифровывать дорогую недвижимость, когда человек купился, ну, за баснословные деньги и недвижимость обставила. Приходит компания, оцифровывает ее, да, и делает этого NFT, конечно же. Вот. Ну, как же без этого? И, ну, во-первых, он может потусить с друзьями в своей квартире, точно такой же, да, с друзьями удаленной, короче. Выслать им шлемы, а не от деле, он такой, вот, приглашаю вас в гости. Но непонятно, готовы ли будут платить за это деньги. Вот. И привязывать, ну, тоже нужно законодательство, да, там, смотря в какую юрисдикцию это будут, можно ли это NFT привязать к реальной недвижимости и продажу осуществлять недвижимости именно через это NFT. Чуть-чуть изучали эти вещи, ну, прикольно, фантазировали, ну, поняли, что классно. Но для того, чтобы поцифровать даже в вас офис, нужно очень много оборудования. Это целый процесс, это дорогостоящая история. По виртуальной вселенной, можно сказать, процессов нет, заход начинается и вы полагаете, что 5-10 лет потребуется и эта тема заиграет? Я, ну, она уже играет. Вопрос, как она заиграет через 5-10 лет и что мы увидим? Я думаю, будет интересно. Второе направление, которое на слуху, даже для тех, кто не очень разбирается, это облачное направление. Тоже в свое время был пик моды. Чуть угас, но угас не в смысле, что снизился, а вошел в некий рабочий режим. Что сегодня происходит в этой сфере? Вообще происходит что-то новое? Да все происходит. Крупные игроки, Amazon Web, Google, IBM и Microsoft это 4 лидера в облачных направлениях с огромными мощностями. Опять же, когда мы там затронем тему искусственного интеллекта, если будем это делать, то для того, чтобы развиваться в искусственном интеллекте, нужны свои большие мощности. А это все могут позволить компании, конечно же, с большими отсюда. я не уверен, что все до конца понимают, что такое облачное направление. Я полагаю, что я не понимаю. Все-таки привыкли, что облачное хранение, ну, Google Диск, например, где-то что-то в облаке у меня хранится. На самом деле, это намного шире история. И помимо того, что огромное количество программного обеспечения, которое мы ежедневно пользуемся, это тоже облачное решение. У нас нигде ничего не состоит, никакое железо. Мы можем пользоваться огромным количеством возможностей. В 2022 году до 70% всех приложений сейчас находятся в облаках. У бизнеса сейчас есть мультигибридные системы, когда бизнес там основные какие-то вещи размещает у себя в небольшом СОДе, а остальное размещает на облачных серверах у компаний. Соответственно, это дает экономию бизнесу, меньше обслуживающего персонала, меньше сотрудников. Всем удобно, всем хорошо. И это направление все больше и больше развивается, потому что там перспектива этого, когда там гейминговое направление, тоже все будет в облаках. Я так думаю, да, может не будет. Кто его знает. Но скорее всего, все идет туда. Поэтому это очень востребованная отрасль, и она очень круто развивается. А развивается она эволюционно, или там происходят какие-то эволюционные вещи, которые вы как профессионал видите, и я нет? Сейчас, я думаю, что динамика ускорилась. Вот, понятно, что было там какое-то затишье, но сейчас рынок меняется, да, и вот время пандемии как раз усилило это направление в плане его развития и масштабирования. Потому что бизнесы перешли на дистанционку, нужно обслуживать мощности, и соответственно... То есть дистанционка стала драйвером развития облачного? Да, я думаю, что так, да. Вы упомянули искусственный интеллект и в связи с облаком. И это тоже направление, которое, конечно же, на слуху о нем, о нем, наверное, судит каждый человек на земле. Кто-то не верит и отмакивается, да никогда не будет. Кто-то говорит, что да вот-вот уже. И вот эти примеры были. Я, кстати, когда был уверен, что машины никогда не выиграют в шахматы человека. Ну вот тут я не прав. И говорят, вы знаете, да за вас скоро статьи будут писать, да скоро будут сидеть аватарки, там, телевизионные программы вести. Да скоро уже вот, или уже искусственный интеллект способен написать музыку. Пусть, наверное, это еще будет ни Чайковский, ни Шопен, но все-таки. Что происходит в этой сфере? Шума-то много, а общая картина не очень понятна. Шума много, да. И как бы не зря. Вот, потому что сейчас, кстати, для инвесторов, вот я думаю, что вы точно знаете, что истории с AI, да, с искусственным интеллектом покупаются. Любые стартапы, которые имеют какой-то небольшой потенциал, и люди понимают это, они скупаются моментально. Ну, многие... И черными фондами, инвесторами. Конечно, да. На всякий случай? Ну, не совсем всякий случай. Смотрите, простой чат-бот, это, в принципе, небольшой искусственный интеллект. Базовый там искусственный интеллект, это прописанный какой-то алгоритм, который предусматривает огромное количество сценариев. И умеет принимать решения. Это прописанное решение. А вот сейчас, как бы... Ну, хотя бы, может выбирать. Да, да, в зависимости от поведения человека. А считается, что революционный рубеж, это когда он начнет не только прописанное, да, выбирать решение. Уже рубеж этот мы прошли. Опа. Конечно, я думаю, что мы его прошли уже. Надо к своему компьютеру осторожнее относиться. Кстати, в связи с этим, такая вот новость недавно. Опять же, я абсолютно профан в этой теме, но новость зацепила глаз. Google уволил инженера, заявившего о наличии сознания у чат-бота компании. Это что означает? Его уволили, потому что он фургу несет, как говорит наша молодежь. Или его уволили, потому что он тайну какую-то раскрыл. Давайте такую гипотезу, сделаем, что чат-бот осознал себя, и после того, как он себя осознал, он, возможно, нанес какой-то ущерб компании Google. И за то, что менеджер не предусмотрел его эволюцию, и, соответственно, был наказан. Ну, гипотеза, наверное, будет такая. Может быть, а может быть, ты так уже начинаешь думать, а может, это и чат-бот и уволил человека? Маскируется? Я думаю, что все равно есть еще какая-то бюрократическая даже инструмент у того же Google, что-то не смог этого сделать. Вот все-таки вы говорите, рубеж уже пройденный. Это как? Как раз читал я последнюю аналитику, что создаются самообучающие искусственный интеллект, ну, и разные как бы структуры, которые будут имитировать, например, определенное действие человека, и на основе этих действий он уже будет самообучаться. На самом деле, тоже вы правильно сказали, искусственный интеллект в дизайне, искусственный интеллект в кибербезопасности, искусственный интеллект в других каких-то сферах. То есть, применение сейчас очень востребовано, да, и искусственный интеллект для того, чтобы его обучить, ему нужны мощности, ему нужно обрабатывать большие массивы данных. Чем больше массивы данных, соответственно, это большие цоды нужны для того, чтобы максимально, да, это как о фантастических фильмах, когда мы смотрим искусственный интеллект там стоит такой сот огромный с серверами, да. И там еще градирни охлаждают, там Брюсуэллист с кем-то борется. Да, 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 обязательно. Вот такая история, конечно. То есть, это направление очень потенциально интересно. С точки зрения интересов бизнеса, вот, условно говоря, малому, крупному, но не крупнейшему бизнесу, пока как к этой теме относиться, на ваш взгляд? Пока из серии вот новости читать, что это для саморазвития? Я думаю, что частично уже мы это пользуемся этим на ежедневной основе. Это те же поисковые системы Machine Learning, это чат-боты, другие какие-то вещи ежедневные, где мы не понимаем, что на самом деле там уже работает, грубо говоря, искусственный интеллект. Простую банальную вещь, та же Алиса, Маруся, это все равно выработанные алгоритмы, по факту, а она все равно учится, она учится на сборе данных, которые мы с ней коммуницируем. Это тоже, можно сказать, искусственный интеллект. Просто, ну, искусственный интеллект такое очень обширное понятие, искать, очень широко и двигается семимильными шагами. Вот одна тема тоже, которая связана и с облаком, потому что у любого бизнеса, человека, с одной стороны, понятно, все плюсы, с другой стороны, всегда элемент недоверия. То есть я же отдаю куда-то. И эта же тема подстегнута событиями последних лет, когда были в крупнейших банках мира утечки, история с Кембридж-аналитик, такой с политическим душком, плюс, естественно, события 22-го года, политический конфликт. Я что имею в виду? Я имею в виду интерес к кибербезопасности. Абсолютно не разбираясь профессионально в этой теме, я, например, сделал ставку в том числе и в своем портфеле на несколько компаний кибербезопасности. Тот же краудстрайк это действительно хорошо пошло. Естественно, что общим местом стало констатировать, что запрос на кибербезопасность в современном мире усиливается. Что это значит опять же на пальце? Во-первых, это узкоспециализированные специалисты, очень высокооплачиваемые. И ребят, даже вот у нас в России, я знаю, что уже со 2-3 курса бронируют компании к себе, которые учатся на... Кибербезопасности. Да, да. То есть там сразу все уже как бы на расхват. И заработная плата у них тоже достаточно высокая. И специалистов всегда не хватает по этому направлению. Понятно, что в последнее время количество хакерских синдикатов, отдельных каких-то группировок и всего остального, сейчас мы можем открыть любую новостную ленту и ежедневно кого-то взломали, украли какие-то данные, что-то там, увели какую-то криптовалюту с биржи, что-то еще, да, и ежедневно мы видим, что происходят какие-то разные и диверсии, и атаки. Вот. И понятно, что крупные компании, кто владеет самыми большими облачными мощностями, они нацелены на то, чтобы максимально обеспечить сохранность данных и защищенность для своих клиентов. Поэтому я думаю, что когда бизнес выбирает, где он будет хранить, это первый вопрос их безопасности. Какая безопасность у этой компании, как она может гарантировать, опять же, количество резервных копий и все остальное. А как вот это, Алексей, ну вот условно говоря, у меня малый бизнес, я вот пользуюсь Google и, допустим, Яндекс, Яндекс.Диском, да? Нет секретной информации в силу характера бизнеса, но тем не менее, да, все равно какие-то мысли сохранности. А что значит он должен оценить? А как я могу оценить, будучи непрофессионалом, кибербезопасность Яндекса или Google? Как минимум, есть вещь, которую можно сделать. Нужно всегда делать резервную копию всей информации, которая есть, да, и хранить ее где-нибудь отдельно без подключения к интернету на случай каких-то неприятных событий, да, для того, чтобы всегда можно было восстановить. Вот. Как выбрать провайдера по сохранности данных, честно, я не знаю. Но мне кажется, здесь нужна консультация профессионала, потому что это такой щепетильный вопрос. И не стоит жалеть денежных средств на такую консультацию, если бизнес хочет реально быть в сохранности и безопасности. Окей. А вот как айтишник, вы чувствуете запрос на решение по кибербезопасности? Или бизнес, наоборот, говорит, окей, я сам этим занимаюсь, я осознаю эту проблему в глобальном масштабе, но я сам заниматься не буду, потому что я положился на какую-то крупную компанию, вот она и занимается. Лично мы, вот, ну, у нас есть отдельные ребята, которые этим занимаются, я не погружен в этот процесс, но лично у нас запросов нет. И, в принципе, мне это понятно, почему. Там не обращаются клиенты по конкретной безопасности, потому что есть узкоспециализированные компании, которые этим занимаются, у которых есть имя, репутация на рынке, и я думаю, прямые запросы от крупных игроков идут туда. Но понятно, что в любом случае, когда сейчас от клиента, например, в какую-то digital production компанию приходит запрос о создании какого-то либо приложения, где есть определенные базы данных, понятно, что вопрос безопасности, решается на месте. Клиент задает такие вопросы, особенно сейчас все, что касается разработки, все, что связано с блокчейном и криптовалютой и так далее. Вопрос безопасности первый. Вы нам сделаете безопасность, да? потому что там больше всего фона, откуда уводят денежные средства. Вот, кстати, вы упомянули, это еще одна, конечно, из тем, мы стараемся препарировать тему под названием IT, блокчейн и криптовалюты. Даже если взять в отрыве от самой темы криптовалют, они могут говорить вечно, блокчейн, вот как бы, если я сейчас обобщаю, на уровне того мальчика, который кричал, что король-то голый, вот совсем примитивно, если обобщить, примерно ощущение такое, мир говорит, ну, это очень крутая технология, но вот когда доходит до вопроса, круто-то, а зачем, к чему применить, то как-то ответ становится расплывчатым, как вот было в стихотворении Дмитрия Быкова когда-то, фраза, вот же круто, а зачем, вот, а зачем, на ваш взгляд, куда это идет вообще? Понятно, что в принципе, непонятно, да, ну, децентрализация, что-то там нельзя заменить, вроде нельзя подменить, украсть, вроде как, да, как-то все очень поверхностно, но на самом деле применение блокчейна достаточно широко, я думаю, даже, мне кажется, на фоне государства блокчейн это очень круто, в той же в недвижимости, оцифровка всей недвижимости в блокчейн, и ты уже там не намухлюешь ничего. Нотариусы бедные исчезнут. То есть, это очень, мне кажется, потому что, когда ты применяешь блокчейн какой-то отрасли и переводишь все на систему, в которую нельзя смахлевать, ну, мне кажется, это уже как бы классно. Ну, вот даже говорили так, что вот блокчейн может применим быть даже к сельскому хозяйству, когда чуть ли не каждая помидорка, можно будет проследить путь, в каком месте она выросла, на каком поле, когда была собрана, сколько пролежало на складе, кем поставлено в тот или иной магазин и вот мной, потребителям куплено и если уж я очень интересуюсь, вот купил я помидорки по штрих-коду, считал и узнал, где она росла. Вот насколько это реально? Вопрос, зачем? Мне кажется, блокчейн надо применять в тех сферах, где это реально необходимо. Там не для того, нет, ну на самом деле четкая, быстрая установка происхождения некого товара, она на самом деле, ну помидорку это просто для интереса, вот я из Брянска жую помидорку или из Азербайджана, а если говорить более серьезно, то конечно уточнение происхождения товара с помощью блокчейна вещь конечно в бизнесе не вредная. Мне кажется, да, сейчас мы живем в сложном мире, где там и импортозамещение и какие-то там альтернативы, где наоборот надо прятать. Да, поэтому вот я сейчас задумался, наложил вот эту идею на нынешнюю ситуацию, вот, а в целом да, конечно же, например там у тебя автомобиль, вот, ты купил его с рук и ты знаешь, что каждая запчасть, ты можешь проследить ее происхождение. И то, что уже, кстати, начали предлагать сервисы, вы можете проверить были ли аварии? Ну это вообще классно, честно, да, но я сам лично год назад натолкнулся на то, что информация была искаженная. Да, но вот как раз, а блокчейн к этому примени, вот тебе и... Сфер для блокчейна огромное количество, и это отдельная, мне кажется, большая тема для разговора, вот, но в недвижимости это было бы реально здорово сделать. Ну а сегодня вот между темой блокчейна мы вместе пришли к выводу, что это действительно круто и уже можно намечать понимание, куда применим. но между вот этой темой и прям конкретными нынешними бизнесами есть хоть какое-то взаимодействие, ну кроме первых так робких или не робких попыток создать распределенные реестры. Понятно, что на мировом рынке в любом случае сейчас есть и просто можно открыть там поисковую систему и найти огромное количество примеров. Не думаю, что у нас сейчас здесь в России есть огромное такое количество вещей. У меня есть другая недавно мысль по поводу децентрализации блокчейна. Все говорят децентрализация, децентрализация. Я восхищался этой идеей, честно. И до сих пор она мне нравится. Мы вот только что с вами обсудили, что идея как бы классная и имеет широкий спектр применения. Но буквально недавно прочитал такую новость, что опять же мы понимаем, что мощности хранятся на облачных решениях. Понимаете? То есть где-то в больших цодах. Вот я прочитал в двух основных компаниях очень известных, обладающих значимым весом на рынке криптовалют и соответственно блокчейна. У них даже у двух все основные ноды хранятся в одном месте. Физически в одном месте. А мы говорим про децентрализацию. То есть сломая это место как бы и как бы все. Имеем напряжение. Вот такой вот маленький пример и начинаешь задумываться. Вроде все децентрализовано, а хранится в одном месте. и как бы тут есть момент противоречия. То есть тему блокчейна она может еще некие повороты. Вот непонятно. Вот такая новость меня честно немножко заставила задуматься. А скажите так, прагматичный момент. Вот в вашу компанию приходят клиенты с разными решениями. Как правило наверняка практичными. Нам нужно сделать такое-то приложение или такой-то там диджитал сервис. А бывают запросы что-то сделать в связи с блокчейном? Интересного запроса построить какой-то интересный бизнес-процесс применимый в реальной жизни и именно чтобы он был основан на блокчейне. Такого нет. Честно, у нас такого нет. Но это опять же специализированные компании занимаются. Да, люди приходят, говорят, давайте нам какой-нибудь сделайте крипто-кошелек или еще что-нибудь такое. Какие-то такие базовые вещи, которые... Не могу сказать, что это какой-то блокчейн и так далее. А такие вещи уже часто, да? Да, такие часто есть, конечно, да. Еще два момента. Первый, для меня совершенно незнакомый, хотя в свое время отдал, например, Думу, игровой бизнес. Как инвестор я даже уже имел в портфеле акции игровых гигантов. Но как человек, как обыватель, я до сих пор не могу принять мыть, что это что, это правда так масштабно, это правда так серьезно. Сейчас, если я не ошибаюсь, Microsoft нацелена на скупку игровых компаний. Ну вот судя по сделке, с Activision Blizzard, это вообще это, это как бы то направление, которое они для себя выбирают. То есть те деньги, которые вваливаются игры, все чемпионаты по гейминг, какие там призы. Это направление растет просто невероятно. Там огромные деньги и простой вопрос, чего люди хотят, как бы зрелищ. Это зрелище, на которое тратятся деньги и они становятся все увлекательные и увлекательные. Мне вот жена подарила тоже три года назад PlayStation и не скажу, что я там сижу целыми днями, но у меня есть две игры, в которые я играю. Это Battlefield, мне прям нравится. Ну это реально классно, ну честно, то есть да, та графика, там звук, все, ты сел такой, отвлекся от всего, там час поиграл, ты перезагрузился, я начал понимать, ну как бы, как это правильно, игроманов. Ну это, наверное, но игроманов имеется в виду не которые в казино играют, а которые вот, но фанаты. Понятно, что это как бы может там не супер хорошо для психики, потому что реально, когда долго поиграешь, не очень хорошо себя чувствуешь, начинаешь нервничать, когда что-то не получается. Еще один процесс, последний, наверное, вот из тех пунктов, которые, на слуху, и которые хотелось бы разобрать, это за последний год, буквально два, очень много информации об уходе крупных игроков рынка, в том числе рынка, например, потребительского ритейла, в онлайн. Disney, про которого традиционно говорили, у него треть бизнеса в парках, он пошел не только в онлайн, он стал лидером, недавно перегнал Netflix по стриминговому потоковому видео, и более того, инвесторы уже не столь на, условно говоря, выручку этих самых классических парков, обращают внимание, сколько на подписку здесь. Мэйсис, классический, старомодный универмаг, до сих пор помню, как в Нью-Йорке, по-моему, на углу Бродвея, и не помню, какой улицы, вот в этот универмаг заходил, а там даже эскалаторы не поменялись с конца 19 века, они такие потертые, с дубовыми, деревянными ступенями, и Мэйсис говорит, ну мы классика, но тем не менее, все, Мэйсис идет в онлайн. Ди-Коммерс, да. Да, то же самое Кэйсис, например, и по-моему, Walmart говорят о развитии онлайн-направления продаж, и о том, что чуть ли не дроны будут доставлять... Ну это Amazon уже, да, хочется... Ну и на наших глазах несколько лет назад произошел вот этот принципиальный момент, когда Икео говорила, никогда в жизни, да, на сайте вы ничего не купите, у нас вся идеология, что вы идете по Икео, и заодно покупаете сопутствующие товары, кросс-продажи, и даже Икео, я помню, по-моему, лет пять назад, вот сдался, да. Более того, я начал опять пользоваться Икео в этот момент, потому что реально стал некогда есть. Вот этот процесс ухода больших, он, наверное, повлечет за собой и процесс частичного ухода в онлайн и малых, и средних. Это уже, наверное, повлекло, но я не знаю, кого сейчас нету в e-commerce. Сейчас как? Нам что-то нужно? Мы вначале раз быстро нашли, если нужно, купили, да? А как раньше нужно было? Так, мне нужно штаны купить. Так, ну, в субботу у меня будет время, я съезжу туда, посмотрю, а если не понравится, то да. Сейчас решения принимаются быстро, и компании это понимают. Средний и малый бизнес по тем или иным причинам тоже идет туда. Конечно. тоже идет. И в этот момент у него возникает некий запрос, скорее всего. У него нет огромных подрядчиков на миллиарды долларов или хотя бы на миллионы. У него нет собственных IT-служб. Это как раз, наверное, тот случай, когда вот этот средний и малый бизнес приходит в компанию типа вашей и говорит, слушай, мне надо, ну и дальше нужно вписать. Вот этот процесс, он усиливается. Когда крупные игроки ушли как бы в самостоятельное плавание, то за ними появились маркетплейсы для малого бизнеса, для какой-то розницы и так далее. Для, кто не хочет на маркетплейсы, они приходят в веб-студии, разрабатывают сайты, они приходят в SMM или диджитал-агентство, покупают у них рекламу и все эти схемы уже давно работают и, конечно, это развивается. Понятно, что не все прямо идут, да, там, в магазину дома он не пойдет туда, ему это не надо, но доставочку он прикрутится к какой-нибудь на всякий случай. Ливер Яндекс у нас в момент пандемии. То есть те компании, которые раньше даже небольшие кафе, какие-то пекарни, которые не работали раньше на доставку, вот пекарня у дома, им нужно было выживать, им нужно было платить аренду либо всех увольнять, закрываться. И тут же все трансформировались в какие-то там печем торты, доставляем, подключаем Яндекс доставку, деливери, еще какие-то доставки. За счет этого во время пандемии очень много бизнесов трансформировались и выросли. И спустя уже пандемия, да, у них еще помимо физического есть, у них была база доставки, за счет этого они там удвоились, утроились. И теперь кроме физического онлайн выражения? Конечно, где-то они теперь сделали еще цех, в котором сейчас они работают здесь физически, где они раньше пекли во время пандемии, где-то сделали цех, оттуда у них доставка, кто-то еще расширился. То есть, в принципе, это был определенный драйвер для перехода в онлайн. Но это вас требует в малом и среднем бизнесе какой-то запрос или просто на все есть готовые решения, все, отлично? Конференции компания Агима организовала и в конце, в последний день была проведена аналитика. Было со всех компаний, ну там, с большинства компаний, которые присутствовали уже и входят в партнерский клуб Агима, срез и сравнение 2021 года с 2022 по объему продаж, начиная там с января по август. Понятно, что график честно идентичный как бы идет. Небольшая просадка, понятно, в январь начинается, с небольшой, небольшая просадка в мае, чуть-чуть небольшая просадка в июле и все равно выравнивается. Но рынок ощутимо процентов на 30 больше продажи у этих агентств чем в 2021 году. Хотя по ощущениям у всех, что как бы вот не так все хорошо. Статистика нам показала совершенно другое, что идут люди, заказывают продукты, заказывают сайты, заказывают какие-то решения, заказывают CRM-системы, заказывают приложения, заказывают рекламу, продвижения и так далее. Вот если говорить о крупнейших игроках, которые на слуху даже просто у обычного потребителя это Microsoft, Apple, Amazon, Google и так далее, Яндекс и так далее. Есть ли сейчас что-то оригинальное, что кто-то уж пошел в основном по этому пути, а кто-то по этому, а кто-то экспериментирует с этим? Или развитие у всех примерно идет в одном контексте? Нет, понятно, что каждый выбирает свой вектор. Мы сегодня говорили о VR, да? И, например, там Яндекс уже делает в Яндекс.Маркете примерку большегабаритной техники, например, в помещение. То есть есть как бы такое направление, но мы не забываем про Алис. Я думаю, что будет дальше развиваться. Вот какой-то конкретный главный вектор Яндекса, честно, не знаю. Единственное, знаю, что по факту Яндекс сейчас стал монополистом по контекстной рекламе. По услугам такси и по доставке, пожалуй. у него достаточно широкий спектр развития. Если брать облачные системы, то, конечно же, это Оракл. Потому что у него планы, он хочет иметь так называемый уже как в ближайшее время 44 облачных региона, где он по миру находится. То есть развитие идет полным ходом. Если брать Амазон, они сейчас купили компанию мобильной связи, и они также в сторону развития интернета в зонах, где нет интернета. Это как бы их стезя развития. Ну, понятно, что мы сказали, что Microsoft идет, как мы видим, в гейминг, Intel идет у нас. Это чипы? В связи с этим особый вопрос. Intel компания постоянно в центре внимания, в том числе инвестиционного. И я, как инвестор, давал советы не особо присматриваться, не особо входить, не надеяться, потому что очень неровная судьба, связанная с конкретными бизнесами. И тут как раз так попало, что тема чипов встала тоже у всех на слуху. Тема, что их не хватает, тема, что теперь именно производитель чипа будет, грубо говоря, заказывать музыку. Тема, что у этой отрасли огромная сосредоточенность на Тайване, а с учетом происходящего вокруг могут быть проблемы. Что происходит сегодня в этой чиповой области? Действительно, современному человечеству чипов надо прямо на порядок больше, чем пять лет назад. Все вокруг этого крутится, закон американский. Да, закон подписанный Байденом, это правда не значит, что он сработает по инфраструктуре, не очень сработало, но показательно. Все вокруг этого, смотрите, когда наступила пандемия, огромный провал по производству полупроводников. То есть, логистика нарушена была. И это привело к тому, что создало нехватку. И... ее нужно восполнять. А когда мы вышли, получается, что потребность скачала. Ну, понятно, что когда мы были в пандемии, ну, и потребности такой не было, да? Выбирали то, что как бы было сделано. Мы вышли из пандемии, а можности остались вот здесь. А тут скачкообразные спрос. То есть, вот такой буковкой В, мы просто опустились и поднялись, а вот нам, мы сейчас находимся здесь. И понятно, что нужно выравниваться. Понятно, что огромное количество технологий и техники нуждается в полупроводниках, и развитие целых отраслей в этом нуждается. И понятно, что это, скорее всего, ключевые отрасли. И это и военные отрасли, это и все, что связано с вычислительной техникой и так далее. А это ключевые вещи, которые, в принципе, сейчас... И связи транспорта, да? Конечно, конечно. То есть, вот это чипомания, это не временный тренд, да? Это серьезно долго. Я понимаю, что США, они как бы свое влияние в этом, они уступили в последнее время. И этот закон направлен на то, чтобы, как это, мы уступили, мы хотим все вернуть, вот сейчас очень много миллиардов долларов мы дадим компаниям, которые сейчас построят фабрики, которые вот сейчас нам вернут былую славу и так далее. Но по факту, не факт, что это все как бы произойдет. Если даже мы рассматриваем оптимистичный сценарий для США, произойдет это. Но это не вот так вот. Это вот прямо через там пяток лет, да, года три они начнут это все реализовывать, скорее всего. Потому что утвердить, выбрать компании, инвестиции, все это оформить, строить, построить хорошую фабрику, большую полупроводников, маленькая 2 миллиарда долларов, большая 20. Ну, представляете, инвестиционный проект на 20 миллиардов долларов. И контроль над этим проектом на государственные американские деньги. Но это быстро не происходит. Понятно, что они хотят, как бы, себе это. Но я думаю, что и Китай, который тоже, как бы, ноту протеста озвучил по этому поводу, не будет сидеть на месте, да, как бы, вот. Поэтому понятно, что это все будет развиваться очень интересно. А вот, Кольскор, вы упомянули США и Китай. Если касаться не только чипов, а вообще всего, всей географии IT-индустрии, сегодня мир биполярен в плане IT. Можно сказать, что Китай это теперь уже второй центр IT? Раньше была лидером Северная Америка, да, понятно, по всем этим направлениям. Ну, как лидером, у них, по-моему, было, если я не ошибаюсь, около 37 процентов. У Тихоокеанского региона, Тихоокеанского, Азиатского региона было там 31. В любом случае, набирает обороты Азия. Но США тоже на месте не сидят и пытаются, как я уже сказал, былую славу себе забрать. Как будет развиваться, честно, я спрогнозировать не могу. Не совсем моя история прогнозировать развитие рынка IT, но интересно смотреть. Главное, быть, я думаю, что нам сейчас в этой струе и понимать, что происходит, чтобы мы могли переориентироваться вовремя, чтобы наш бизнес от этого тоже не страдал. Тот инструментарий, условно говоря, материал, с которым вы работаете, как IT-компания, он, если глубоко копнуть, это прежде всего американский материал, американский инструментарий, американский в смысле компаний. Условно говоря, это решение Oracle, это решение Intel, это решение или там чипы Intel, это решение Microsoft. Скорее всего, да, получается, что мы работаем, да, с американскими компаниями, но заводы этих компаний находятся в Азии. Ну, как бы, если... Ну, да, но нас-то интересует в конечном счете, вот, к чему все сводится, кто держит, скажем так, кто держит волосатую лапу на пульсе IT-индустрии. Мы сейчас не знаем, как будет развиваться событие именно в России в плане работы вот этих программных обеспечений разных, какие продукты будут по импортозамещению появляться, когда они будут появляться, как они будут работать и на чем мы здесь будем работать, да, то есть понятно, что если говорить там в глобальном плане, в глобальном мире, то да, мы сейчас работаем на тех продуктах, которые предлагает США. Вы как раз по сути упредили мой вопрос последний, который, конечно, актуален, да, вот этот вызов, предположение мрачное, что, грубо говоря, Россия будет отрезана от такого традиционного IT-мира, в том числе мира IT-обеспечения. Естественно, разрыв отношений уже виден с глобальными, прежде всего, американскими IT-компаниями. А с другой стороны разговоры. Мы все свое построим, мы талантливые импортозамещения, но во многом иногда в этом чувствуется какой-то шапка закидательства. На самом деле, какой сейчас выход для российского бизнеса, российской экономики вот с точки зрения IT-интересов, если действительно в этой части, пусть не железный, ну хотя бы там деревянный занавес возникает? Хороший вопрос по поводу вот этого вообще всего потрясения, которое произошло. Общался с большим количеством компаний, никто не знал, что делать, потому что началась массовая релокация, компании захотели, ну понятно, что страх неизвестности присутствовал, открывать компании в других юрисдикциях. Кто-то открыл, кто-то не открыл, кто-то релокировался, все начали бояться за отток специалистов. Это самый большой страх, потому что это тот большой ресурс, да, человеческий, который реализует все идеи в плане IT в нашей стране. Понятно, что государство максимально оказалось поддержку, максимально, огромное количество мер предпринято. И что мы имеем? Спустя, да, люди начали уезжать, компании релокироваться, и так далее, все это начало происходить, многие просто выжидали. Сейчас я вижу, вот мы общались как раз с ребятами на конференции, с разными компаниями, что мы имеем? Мы сейчас, если взять 100% людей, которые релокировались из России, спустя вот полгода, 70% вернулось. Ну, там, новая страна, новая юрисдикция, новые законы, другие деньги нужно платить, как бы, да, за свое содержание, и так далее, 70% вернулось. Второй момент, компании, которые, не все, понятно, что есть успешных, достаточно, я думаю, что огромное количество успешных компаний, но многие компании, которые релокировались, ну, куда у нас, ближайшая релокация, это Казахстан, Узбекистан, Армения, Грузия, если компания туда релокировалась и они не потеряли свой пул клиентов, с которыми они работали с иностранными, это как бы классно, да, то они успешно там остались, сейчас релокировались и продолжают работать, потому что, ну, все окей, но если компания релокировалась и потеряла тот пул клиентов, который у них был, потому что многие компании отказываются работать, неважно, в какой ты юрисдикции, честно, находишься, в Грузии, в Армении, там, в Эстонии или где-то еще, если так называемый есть русский след, то просто банки блокируют, тебе счета и когда у тебя там остается хорошая сумма и там докажи, что что-то не так, есть проблемы, это пугает руководителей тех компаний, собственников тех компаний, которые релокировались, продолжать делать бизнес в странах, где завтра не знаешь, у тебя будет работать счет или не будет, то есть есть вот такие проблемы. Понятно, что сейчас огромное количество иностранных компаний ушли, огромное количество людей они как бы уволили и было ощущение, что сейчас на рынок вывалится огромное количество людей, супер специалистов, которых можно будет собирать. На удивление, как-то эти специалисты моментально были устроены в другие компании и не было такого как бы шквала запросов. Хотя в принципе понятно, что июль был по просадке небольшой, больше народу стало на рынке. Небольшой спад, я вижу лично, зарплат, небольшой. Спад даже в IT-сфере? Да, небольшой, вот совсем. Ну смотрите, иностранным компаниям сейчас с Россией, ну понятно, что есть финансовые проблемы с оплатой, невыгодно работать, потому что доллар упал, в долларах зарплата программиста стала как бы безумной для иностранных рейтов. И получается, что неинтересно как бы работать с российскими программистами. Но в связи с тем, что появилось много свободных специалистов, относительно много, есть на рынке свободные специалисты, не так, как это было там в январе, когда там это была проблема. То есть сейчас есть из кого выбрать. И люди высокой квалификации все равно чуть-чуть не сильно там. Я думаю, что в самом лучшем случае 10-15 процентов, да, можно найти специалиста, хорошего там, да, но зарплаты пониже. Но нету такого, как было в конце 21-го года, когда зарплаты летели просто страшные суммы. По поводу той поддержки, которую оказывает государство для IT, я знаю сейчас, есть огромное количество грантов. Притом эти гранты получить несложно. Если ты делаешь какой-то стоящий продукт, который будет востребован на рынке, а государство тебе выдает денежные средства на это. Те налоговые льготы, которые компания получает, ну, мы эти льготы имели еще до событий, да, потому что наша компания была аккредитована в Минцифре. А это действительно серьезные льготы? 7,6% мы платим вместо 30. И получается у нас общий налог дополнительный на зарплату сотрудника 21,6. Да, это серьезно, особенно с учетом, что видимо фонд оплаты, труда главный расход в IT-компании. Да, конечно, да. Поэтому это ощутимо. 20%. Вот. И сейчас вот то событие, мне было очень интересно, сейчас, когда Минцифра исключила огромное количество банков, крупных компаний из реестра, это значит, что все IT-специалисты, которые работают у них, эти компании будут платить налог на их зарплаты плюс 20%. И как сейчас будет развиваться событие, мне интересно. Что будет происходить? Ну, скорее всего, будет происходить открытие либо дочерних компаний и перевод, аккредитация в Минцифре и перевод этих сотрудников туда. Либо дружественным компаниям они будут переданы в штат, либо часть все-таки на рынок выйдет и... Я честно, я надеюсь на другое. Я надеюсь на то, что эти компании будут брать внешних разработчиков на эти проекты. Надеетесь, потому что ваша компания предлагает именно такой подход? Во-первых, это логично, потому что когда можно взять у компании на отстав любую команду, любое количество специалистов, тебе не нужно их содержать, тебе не нужно за них платить налоги, тебе не нужно им оплачивать офисное место, тебе не нужно оплачивать им отпуска. Здесь самое страшное, нужно их увольнять, да, потому что... Нет, увольнять, когда заканчивается проект, потому что сотруднику, если ты его увольняешь, ему нужно выплатить компенсацию, а ты отдаешь обратно нам, и мы дальше занимаемся нашими специалистами. Во-первых, это логично, но, во-вторых, конечно, я на это не надеюсь, потому что мы оказываем такую услугу. Но вопрос, вот всегда страх, есть огромные плюсы, потому что нет определенной заботы, нет необходимости менеджить этих сотрудников, непонятных айтишников, говорящих на птичьем языке. Но есть страх, что, ой, не мое, не у меня в офисе, не у меня под контролем. Вот как с этим? Страх, конечно, всегда есть, но вообще, вот то, чем мы занимаемся, а вот это отстафинг айти персонала для компаний, этот рынок, у него, в принципе, бум начался два-полтора года назад. Понятно, что раньше сложно было объяснить клиенту, что такое отстафинг, почему мы, как бы, тебе не делаем эту зафиксированную сумму, отдаем тебе команду или человека, который выполняет твои задачи, и ты нам платишь за него деньги. То вот эта популяризация отстафинга, она, в принципе, упросила нам задачу, и все крупные игроки на рынке, крупные и средние, они понимают, что это такое, как это работает, у крупных компаний, почти у всех, есть процент аутстафинга, потому что это выгодно и интересно, а от 15 до 40, это аутстафинг, то есть, это тот персонал, который не сидит у тебя в офисе, да, который работает в других компаниях, но решает твои задачи. Теперь получается, что с учетом тех льгот, которые есть на оплату труда, тут еще, как говорят на финансовом рынке, возникает арбитраж. Конечно. Не, условно говоря, выгоден ваш специалист, потому что он из-за пониженных налогов при тех же деньгах обходится. Мы на российском рынке работаем от бренда Кисмати, это дубайская компания с представительствами в Петербурге и Калининграде. Непосредственно мы занимаемся предоставлением квалифицированного IT-персонала с другим компаниям, готовы решать любые задачи. А дубай, кстати, вот в целом, он же стал развиваться как цифровой хаб, если я правильно использую это слово. Он становится сегодня неким, условно, окном в Европу для российского бизнеса. Окном не в Европу, в буквальном смысле, а вот окном к миромовому IT-доступу. Изначально, конечно же, у всех такое видение, как вы озвучили. И те, кто изначально имел хороших, надежных партнеров на Западе, с которыми сейчас не может работать, с которыми по техническим причинам... То есть они обе хотят, но не могут. Да, то Дубай это то место, которое помогает им взаимодействовать. Получается, как это шлюз. Знаете, шлюз, с одной стороны шлюз, а с другой стороны есть проблема. Если ты сотрудников релацировал тоже в Дубай, или хотя бы у тебя компания в Дубае, а сотрудники в Армении, тогда это нормально, потому что у большинства компаний есть проблема, что сотрудники сами в России. Компания у тебя может быть в какой-то другой юрисдикции, но если сотрудники сами в России, это как бы проблема. Они боятся вторичных санкций все. И они стараются максимально минимизировать свои риски. Как вы решили эту проблему, кстати? У вас и там, и там? Я непосредственно развиваю российское направление. Мы здесь работали. Вот у нас сотрудники в России. Мы работаем с Россией. Но при этом это не единственные сотрудники всей группы Кисмати. Да. То есть есть группы сотрудников в разных странах, и, соответственно, вот эта проблема решается. Да, конечно. Да, с иностранными заказчиками просто работает дубайское юрлицо, да, и сотрудники, которые находятся у нас вне территории Российской Федерации. А вообще, вот если теперь от частного к общему, вот этот IT, ну, условно, кризис или IT-вызов, у России есть шансы пройти? Потому что заговорили же и о сценарии, в том числе и чиновники говорят об этом сценарии, что как-то он красиво называется, сейчас прям запамятовал. Условно говоря, с легким технологическим отставанием. Развитие в формате вот такого технологического отставания. Хороший вопрос, но я не могу, как бы, там, за чиновников говорить, но формулировка очень обтекаемая, с легким технологическим отставанием. Понятно, что мы все сейчас не ощутили последствий, изменений, неважно войти, это в других отраслях. Прошел очень маленький период, и кто-то там делает прогнозы. Я, например, не могу делать прогнозы, тем более, там, за страну, по ощущениям, ну, будет по-другому. Давайте сейчас честно, будет по-другому, как будет, непонятно. То есть новая реальность еще не определилась, и то, что за полгода мало что изменилось, это еще ничего не значит, правильно? Да, это еще ничего не значит. Кто релацировали изначально, сейчас возвращаются. Те, кто открыли компанию, сейчас думают, как эти компании содержать, потому что дополнительные косты. И, ну, как бы, все меняется. А вот по вашим ощущениям, когда, именно по ощущениям, без претензий на компетентное знание, когда наступит некий час с Экспирилом, вот недавно мы говорили с представителем торгово-промышленной палаты, и мысль такая, что вот окончательное устаканивание, что, как сложилось в российском бизнесе, производстве, экономике, наступит в районе нового года, декабря-января. Вот в вашей сфере, когда вот этот кипящий ландшафт уложится в какую-то новую конфигурацию, как-то можно судить? Значит, конфигурации конечные, не знаю. Стандартно, наш рынок начинает расти. Осень — это рост. Появляются какие-то там значительные госконтракты. Мне очень интересно, например, когда то, о чем говорит государство, о импортозамещении глобальном, о тех бюджетах, которые они готовы выделять на развитие IT-отрасли, на замещение тех продуктов, которые ушли с нашего рынка, мне хочется увидеть, где эти контракты. Когда они выразятся в тендерных площадках? Где эти продукты, где эти контракты, кто их берет? Может быть, мы тоже можем как-то помочь своими ресурсами и так далее. Тогда мне будет понятно, к чему это движется. Потому что поддержка IT-это классно, но импортозамещение я в глобальной не вижу, что делается. То есть осень будет таким моментом проверки того, что уже произошло на рынок, и моментом прояснения заявленных вещей, но еще остающихся в тумане. Да, а конец года, я думаю, тоже вы обсуждали. Я думаю, ну да, конец года будет это подведение итогов. Новости, аналитика, видео портала Финверсия и канала Финверсия ТВ в удобном для вас формате. Канал Финверсия в Телеграм, канал Финверсия в Яндекс.Дзен. На главной странице портала Финверсия в правом верхнем углу нажмите на значок удобного для вас канала, подпишитесь и получайте наши материалы и видео в удобном для вас формате. Финверсия